Собрание, продолжаем наш семинар по шагам. У нас есть спикер Игорь, он поделится своим опытом по шестому и седьмому шагу. Можно уже записываться во время прослушивания. Пожалуйста, вперед, через 20 минут. Игорь, алкоголик, друзья, спасибо, что пригласили. Причем с молитвой, ой, боже, же струно все, что знаю тебе о программе, помните меня быть полезным. Спасибо, аминь. Мой личный опыт, я поделюсь своим опытом, другого у меня нет. Шестой, седьмой шаг. Я закончил со спонсором очень тяжелой для меня пятерка. Я долго писал четверку. Я как мог быть откровенным рассказывать о своей жизни. И предложено им перезвонить ему и сказать, все ли я готов, чтобы Бог осади меня. Мне так показалось, что это так все легко. Вообще, в шестом и седьмом шаге, если вы знаете, там 14 строк. Но с позиции сегодняшних 5 лет выздоровления, я вижу, что это шестой и седьмой шаг. Это все, что сопровождает меня в жизни. Потому что на тот момент я ведь не знал, что является моими дефектами характера. Такие вещи, как даровство, тотальная ложь. Звать и Бог забрал это. Действительно, я вдруг увидел, что, говоря людям правду, я больше от этого выигрываю. Я не стремлюсь идти на базар или в магазин и украсть вещь, копеечную вещь, положить ее в карман и получить от этого удовольствие. С трезвостью я не видел в этом какого-то смысла. А хоть я это делал. И что мне посоветовал спонсор, это наблюдать. Это наблюдать за собой. У нас есть очень важная вещь в седьмом шаге, в молитве седьмого шага. Прошу тебя сводить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Где проявляются мои недостатки? Это в моих взаимоотношениях с другими. Это в социум, в котором я вернулся трезвым и я начинаю жить по-новому. Я учусь, действительно для меня это было открытие, что в мои 50 лет, когда я приступил к шестому и седьмому шагу, мне пришлось учиться жить заново. После пятого шестого шага, извините, после пятого шага я стоял на распутье, потому что все, трезвая жизнь. У меня не было опыта трезвая жизнь. И действительно, в взаимоотношениях в моей семье с людьми, которые остались в моем ближнем окружении, это все подвергалось испытанию. Расскажу о своем опыте. Это на пятом году трезвости. Я все-таки 50 лет решился, дал согласие в семье, что мы должны сделать ремонт. Интересная вещь выступала. У меня жена женщина и филолог, а я производственный рабочий, который начинал на стройке. И вы понимаете, ну как-то я вот думаю, что если спросить у десяти человековек, вот у кого больше опыта? Ну, конечно, я же его возьму себе. У меня же больше опыта. И позволить своей жене вмешаться в этот процесс, это считалось, ну, нелогичным. Ну, это опять вот эти все, это, это мои представления о жизни, взаимоотношениях, о том, что она знает, что она умеет. Это ложная уверенность в том, что я знаю лучше. И это есть эффект характера, потому что я не позволяю другому человеку выразить свое мнение, ставить, как говорится, свои пять копеек. И этот процесс, который я откладывал пять лет, который я боялся подойти к нему, процесс ремонта, потому что он затребовал очень много и материальных, и эмоционального отклада. Ну, как-то постепенно стали происходить чудеса, что я вдруг, вдруг моя жена приняла в этом участие, я увидел, что в принципе ничего в этом страшного нет. Просто проблема для меня, как я увидел, заключалась в том, что я не хотел отпускать это. Я был уверен, а у меня даже нет никакого диплома о том, что я или строитель, или я что-то понимаю. Я просто думаю о себе, что я знаю это, потому что когда-то, 20 лет назад, я приехал в Израиль, в Израиль начал работать на стройке. В чем выражается мой недостаток? Я не позволял людям вмешиваться, приходить на ту территорию, где был уверен, что я в этом больше понимаю. Идет строительство. Жена говорит, а вот полочка. Я говорю, да подожди, говорю, стен нету, какая полочка. Она говорит, да, ну вот тут будет полочка. Я говорю, подожди, вот тут сейчас мы стену поставим, вот они вырвать, сделают все. Она говорит, да, ну здесь будет полочка. И, конечно, я сорвался. Конечно, ну как ты можешь видеть и то. Я звоню, иду, говорю, спонсору, понимаешь, ну слушай, ну уже слону можно же объяснить, что не может полочке быть без стены. Что мне говорит спонсор, что для тебя, твой ремонт. Ну как, стены, вот направление это, а для нее полочка. Вот поверь мне, что она видит в этом полочку. Дай человеку, почему ты за это все цепляешься. Я боюсь отпустить, я боюсь отпустить то, что считаю, что в чем-то я разбираюсь лучше, чем она. Просто это не видно, я вот за вот этим, за своей, за шоринностью представлений о ее вместе в жизни, о своем знании в жизни. Я не вижу, что и у нее есть право также участвовать в этом все, быть не в помощь. Прошел этот, прошел этот весь процесс, и слава богу, эта полочка, это была единственная камень преткновения. Почему я об этом говорю? Знаете, мы в прошлом, не в этом, в этом августе отметили 30 лет совместной жизни. Я вам клянусь, мы за 30 лет, каждый наш сбор чемодана заканчивался скандалом. Каждый. Потому что то количество, которое нам хотело взять, и то количество я хотел взять, оно никогда не совпадало. Потому что я не мог отпустить это. Я считал, это не дефект характера, это рациональность моя. Ну зачем переплачивать за перевес, зачем на недельную поездку брать 8 платьев? Когда мне спонсор говорит, ну какое твое дело? Ну почему ты в это лезешь? Ну какое твое дело? Сколько нужно платье? Почему ты решаешь это все? И вот, а я же, я никогда не отмечал это, что это дефект, это рациональное. Поезд правды, один из моих дефектов величайших. Семейный бюджет, мы его как-то расписываем. И считаем, что это вот выделено на это, на это, на это. Как правило, кто-то из нас переходит его, идут взаимные обвинения. И я доказываю, что то количество, которое ты тратишь, там, ну всегда же, вот на еда это правильно, потому что это мой желудок затронул, а ее шмотки это не мой желудок. Я даже не мог себе представить, что в поиске правды, когда действительно, ну немножко был превышен лимит того, что у нас есть. И даже если я бы спросил у десяти, у десяти человек, может быть, девять сказали, что я прав. Проблема заключалась в том, что в отстаивании своей правды в глазах моей женщины были слезы. Наша программа говорит о духовности, не о поиске правды, а о духовности. Если человек, который спас меня, она плачет, духовности нет. Я буду триста раз прав, но ей больно. Это тоже мой детек характера. Я не могу просить ее измениться в угоду себе, потому что я тебе наношу ущерб. Вот эти четырнадцать строк, они очень мало отведено. Но с каждым днем, в каждом дне, я должен отслеживать восприятие, поведение другого человека, близкого. Пытаться, пытаться увидеть в ее поступках. Она делает это не потому, чтобы мне сделать плохо, но она так это делает. Почему я говорю так часто о жене? Потому что это мой ближний круг. Это то место, где свое смирение я должен делать это каждый день. Еще у нас есть в программе, что если я не наведу порядок в своей семье, то я навряд ли где-то преуспею в других областях. Это мой тыл. Это тыл, о котором я должен заботиться. Еще один мой случай. Хорошо, когда в моей жизни, в жизни моей семьи, когда, слава Богу, никто не болеет, у всех есть работы. Все каждый занят своим этим. И все у нас идет как бы вот. И нет повода для волнений. Ну вот в последнее время у меня, у меня лично, в моей семье, жена уволена, заканчивается безработица. Возраст у нас уже предпенсионный. Сектор поиска работ сужается. У меня на работе проблемы у фирмы, там финансовые затруднения. И после этого проекта. Я очень часто истерил. Я очень часто в этой ситуации не являлся поддержкой. Потому что когда жена приносит хорошую ее зарплату, это приятно. Но когда так дожились обстоятельства, что мне Бог подарил тредвость для того, чтобы я воспринимал и даже такую ситуацию. А у нас нет книги, что сделав программу, все изменится, что все будет прекрасно, что деньги посыпятся с неба. Такого не написано. Но я должен воспринимать сложившуюся ситуацию только как часть жизни. Я не должен... Я наоборот, я должен быть поддержкой, а не истериком в семье. Для меня это на сегодняшний день является основной, может быть, задачей. Отвернув в сторону все, что... Все, что... Все, что... Ну, как бы... Выбивает меня из комфортной ситуации. Это не мои слова, это слова моего спонсора, но... Бог сделал. Никто. Бог сделал. Подарил мне трезвость для того, чтобы я был опорой для своей семьи. Чтобы я ту полезность для других смог оказать всеми доступными мне средствами. Воспринимать жизнь не в ракурсе, как бы я хотел, какая она есть. Всю сложившуюся ситуацию воспринимать спокойно. Благодарить Бога. Я... Благодарить Бога и видеть в том, что для меня... Что это одно, просто одно... Один еще прожитый день. Что это ситуация... Которая, слава Богу, не смертельная. И я в последнее время... Очень часто... Не часто... А в каждой молитве я просил его... Позаботься... О том, чтобы у нее была... Занятость. Я не просил там зарплату и все. Могу сказать, сегодня позвонили, пригласили на район. Я очень этому рад. Еще одну хочу сферу закончить. У меня три минуты осталось. Немножко сумбурно. Это... А как... А как не... Поговорить о том, как у нас на группе выздоравливают. Вот это... Это... Выздоровленец. И, как правило, мы все разные... Есть... Есть поступки моих братьев... Которые... Взывают вопросы. Я очень часто... Да, говорю, это же так неправильно. Я услышал, это не мои слова. Но тоже я услышал. Это перед пресс его сандали. Легко... Легко... Податься стадному чувству. А то его. Очень, очень тяжело даже... Встать на ту сторону. Я не говорю оступившего... Оступившегося человека. Кто я такой, чтобы... Судить. Но не дать разрастаться этому... Этому торгню. Все эти вещи... Все, что я сейчас говорю... Я все это делаю... Я никогда так даже не думал. Я никогда... Не считал, что... Поиск правды... Быть... Быть уверенным... Указывать кому что делать... Ну, в силу там должности... Никогда не считал, что есть... Есть другой путь. Есть другое... Другой угол зрения. Все это я получил... На этих группах... В программе... Анонимных алкоголиков. Я этому безмерно рад. Мне приходится признать то, что я в пятьдесят... Пять лет учился жить по-новому. Каждый день. И... Знаете, вот эта... Избитая фраза, что... Я верю, что Бог натянет между двумя вышками... Веревку... И даже пройдет в ней. И даже привезет нам тачку. Я сейчас знаю, что я бы сел в эту тачку. Я доверяю Ему. Это тоже я приобрел здесь. Я думаю, что с Его помощью... Я постараюсь избавиться от тех дефектов характера, которых я еще и не знаю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.